Горелик Нахум Ицхак родился 14 марта 1974 года в Израиле. Окончил Ешивы, Еврейской Духовной Академии в Нью-Йорке и Израиле. В январе 1997 года назначен главным раввином Республики Татарстан. Вы 25 лет уже на посту руководителя иудейской общины Казани. Ушедший год чем вам запомнился, что было важного, какие основные события произошли? Вот этот коронавирус, конечно, поменял очень много. Начнем с простыми вещами. Если у нас синагога работает, каждый день люди приходят молиться, и вдруг... Впервые мы, как раввин, люди, которые стоят во главе общины, попросили людей перестаньте сидеть дома. Это никогда не было. Даже в самые страшные времена, когда запрещено было молиться, раввины наоборот сказали, «Подполные идите молиться, это опасно, но мы обязаны, а тут мы, те, которые вызывали всех, нет, сидите дома, потому что так Всевышний хочет, что мы были здоровы, мы должны беречь наше здоровье». Произошла какая-то революция к хорошему, что люди вдруг поняли, что на них лежит ответственность делать это все дома, и, может быть, впервые, может быть, они никогда не думали, как это все делится, как надо говорить, потому что это все всегда в синагоге, в общине все делится, как это надо делать дома. И каждый папа, каждая мама, они стали как раввины у себя дома. Если так они приходят и слышат, что-то раввин считает им, объясняет им, сейчас поднимается это, сейчас надо кушать это, сейчас надо... Ну, все, что мы делим во время праздники наши. А тут человек уже берет ответственность на себя, на свою семью. И в этом плане это большой плюс. Я не говорю, что коронавирус это плюс, это пусть исчезнет, и все были здоровы. Но как это произошло, я думаю, что в этом плане произошло что-то очень интересное. И еще момент, что очень много молодых поколений как-то взяли ответственность за жизнь в синагоге. Значит, если обычно, как это идет, люди молодые, они заняты. Понятно, что очень много верующих такие, соблудающих. Но в основном, кто приходит на молитвы каждый день, там, те старики, которые еще держатся, они могут, они больше свободны, они поэтому не пришли. А сейчас, когда вдруг оказалась такая ситуация, что они не могут прийти, и мы должны защищать их, но при этом в синагоге прямо со всей правилой, что они были там, ну, если есть какие-то, меняются правила по коронавирусу, что если можно собираться, значит, мы должны, молодые взяли на себя ответственность. И вдруг ты видишь, может, меняли время молитвы чуть-чуть, если так старики могли молиться в 10 утра, а тут если все на работу, тогда или рано утром, или в обед как-то люди приходят. И это тоже очень интересно, что вот этот переход, ответственность как-то, как молодые взяли на себя ответственность. Вот это два таких момента, как, что произошло здесь, как вообще смотреть на ситуацию. Так что еще раз, все, что происходит, это понятно, что как потоп, это на самом деле никто еще не знает, как это все закончится. Да, мы молимся, и у нас надежда, что все, конечно, быстро все закончится. Но ковчег каждый должен построить, как Нор, он должен, как Нор. Я говорю, Нор на иврите, так говорят, Нор. У каждого человека есть ответственность за свою семья. И мы должны уголок спокойный такой, чтобы там не было ни нервы, и делить все, что защищает наш дом, наш ковчег, который мы строим. Хотелось поговорить о иудейской общине, о Казани, что она сегодня себе представляет? На ваш взгляд, вот сколько людей там религиозных, кто к вам постоянно приходит? Когда мы строим общину, создаем общину, еврейские жизни, она состоится из трех таких оснований. На трех основаниях стоит мир, так написано у нас. Община тоже стоит. Есть та основания, которую мы называем ее в общим исламам молитва. Молитва – это значит, когда человек обращается к Богу. Это может быть за помощь, может просто он разговаривает, им спасибо, говорит ему. Это синагога, это молитва, все, которые проходят. Есть другой связь, когда мы изучаем его законы, мы изучаем традиции наши, это обучение, все, что передали нам наши предки, все, что мы учим. А есть добрые дела, так называются, хорошие дела, которые мы делим. Это значит, как мы просто живем правильно по образу жизни, который называется еврейский образ жизни, как помогаем друг другу, и как просто живем правильно по нашему пониманию, как что-то считается жить правильно для евреев. Отсюда мы приходим, наверное, сколько евреев вообще живут здесь. Да, это один из самых интересных вопросов, которые, с одной стороны, у нас нет ответа на это, но я только скажу так, что в официальной переписе, не последней, которой еще нет у нас результата, а в последней, которая, когда он был там в 10-й год, не помню, когда был предпоследний, где-то так, и там официальная перепись, если не ошибаюсь, две с половиной тысячи, что такое. Но я одно могу сказать, что только в базе данных нашей, значит, в этот благотворительный центр, есть почти в два раза больше, чем в общей переписке, которая есть. И поэтому цифры такие, обычно звучат такие цифры, как 10 тысяч евреев, которые живут в Казани. За все эти годы вы что для себя главное вынесли о нашем городе, о нашей республике? То есть, что здесь, что нас отличает от других? Попасть сюда в 90-е годы, это было очень интересно. Но мы были молодые, и я не чувствую, что мне было какое-то страшное. Нет, мы с женой только-только женились, и приехали, и нас приняли очень хорошо. евреи, которые живут здесь, которые ждали нас. А когда человек ощущает, что его ждут, что он полезен кому-то, это приятно, уже приятно ему. Не было там, ну, стиральная машина была, но сушилка как не было. Мы искали, нашли какое-то одно в городе, там мобильный телефон еще не было, только были вот эти пейджеры, как они. Но это было интересно для нас. И мы видели, как построили город, как меняли все здесь. Я хочу сказать, я тоже это повторяю всегда, вы спросили, в чем отличается наш... Мне очень комфортно, очень. Во-первых, это много лет, мы уже здесь. Я не чувствую, что там чужой, в том плане, что... Нет, хожу, я чувствую, что... Но что мне... Один из моментов, что отличает наш город от остальных, остальных, еще раз, остальных городов, я не так глубоко знаю их, но я еду тоже в разные городов, я общаюсь, и я вижу, как люди, которые приезжают из разных городов, что именно они замечают в наш город. Здесь видно, что кто-то считает этого города или республика своего дома, что это его дом. Несколько лет назад в Казани открылся крупнейший региональный центр изучения Торы. Расскажите об этом проекте. Какая у него была цель, как он развивается, кто его посещает? При любой общине есть, должно быть, это место называется на иврит Ешива. Ешива – это место, где сидят и именно передают традиции, не так, что мама на кухне рассказывает про традиции, это очень важно, а именно глубоко знать все, что Бог нам передал через все наши предки, все, что мы получили. Две вещи вы хотели достигнуть. Члены общины, у них было место, именно где могли изучать Тора. Есть преподаватель, который преподает, но потом ребята, которые уже получили от преподавателя вот эти знания, они между собой обсуждают эти знания. Весь материал исторический, он иврит, и надо все это, это переводы на русском языке. Потом перевод только не поможет, потому что если человеку, у него ноль знаний, надо как-то учебники все новые, все, 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 мы делим через вот этот центр, приходят учебники специальные, которые обучают. Еще, для чего мы делили это, это место, когда есть такая ешива, это место, где к нам могут приехать из разной ешивы в гостях. Если говорить о традициях, вот хотелось спросить о том, как решается вопрос кошерного питания в Татарстане. Кошерно или некошерно? Кто может ответить на этот вопрос? Для того, чтобы ответить на вопрос, первое, что я должен знать, состав, что там входит внутри. Вроде печенье, это что, мука? Мука-вода, но это не мука-вода, там что-то еще добавляется. Тем более сегодня, когда добавляют что-то для того, что сохранился долго, что вкус был, что цвет был, а что там добавляют, я не знаю. Это что? Это вещь, которую можно мне не кушать или нет? И для этого, для того, чтобы разбираться во всех этих местах, даже сок обычно, берешь сок, написано 100% сок. Что, неужели там есть столько сок? Там что-то добавляется? Написано даже, когда смотришь состав, иногда написано, добавляется там какой-то витамин Е, 100, какой-то цифра. Что это? Представь себе, что у вас есть какая-то аллергия на что-то. Вы посмотрите, хорошо, что там есть что-то, которое для меня опасное или запрещено. И для этого есть специальный отдел, такой называется департамент кашрута, при главной раввинат России. Значит, натуральные продукты я могу здесь купить, и мы покупаем здесь без проблем. Если это такие вещи, которые готовят на заводе, которые там уже что-то смешано, начиная с простой напитки, ну не вода просто, а когда что-то, какой-то сок добавляется, и все. Этот департамент кашрут, его задача узнать по максимуму, и такой департамент есть не только в России, есть всемирный такой, они уточняют из чего, что за состав, который есть в каждый продукт. И они работают очень-очень тяжело. Они едут на все крупные заводы, которые готовят разные блюда. И потом есть сайт, называется kosher.ru в России. И там прямо есть список, и смотришь, они говорят, мы были на этот завод, и там мы видели, как готовили, прошли весь процесс, там нет проблем, можно купить. Они делают список. Это можно в любой магазин, вот этот вид продукта, из этого завода можно купить без проблем. И так мы живем, есть списки, и слава богу, нельзя сравнить, то, что было 25 лет назад, где тогда вы кушали картошки, фрукты, овощи, рыба, мясо, трудно было даже, и там в Москве это не было так очень, сегодня, слава богу, есть все возможности, чтобы соблюдать. Единственное, что, как всегда, возможности есть, надо, чтобы человек хотел, чтобы ему это было важно. Если человек хочет, и есть достаточно много людей, которые так живут. Сейчас много ли людей, желающих уехать в Израиль? Вот мы помним, что 90-е годы, когда вот границы открылись, вот у меня много знакомых было, которые приняли решение, уехали, и большинство, они там и остались. Сейчас нет такого. Люди не торопятся, не торопятся, особенно люди, которые в середине жизни, во-первых, потому что здесь, это не 90-е годы, мы все это видим. Если человек просто хочет искать там спокойную жизнь, я не знаю, если там он именно найдет спокойную, там тоже есть своя проблема. Еще раз, я не дотрагиваю к маме, вопрос именно, как еврейство, и страна Израиля, как еврейская страна. Какие ожидания у вас от 2022 года, и какие планы у ее общины есть? Какие мероприятия, может быть, планируете? Мы смотрим на будущее, надежда, большая надежда. И надо об этом тоже, чтобы люди были как-то понять, что это под контролем, что находится под контролем. Я не знаю, что будет, я не пророк. Я только хочу пожелать, что все было хорошо, что все были здоровы, и что каждый мог спокойно воспитывать своих детей, чтобы почувствовать, как в этот ковчег, что даже если где-то потоп идет, что всегда, ну, чтобы вообще не был потоп, чтобы все было хорошо. Какие планы, которые у нас есть, конечно, сегодня мы не можем планировать, вот такие планы, конкретные какие-то мероприятия, но направление, как я начал сказать, сейчас мы работаем, что помогать людям, что независимо от общественной жизни, эти ценности были у тебя в жизни, вот так обучать людей, вот это направление, которое, я думаю, что это очень важно, потому что общественные, они меняются, видите, тут мы собрались, а сейчас не можем собираться, завтра сможем еще раз, но вот твоя внутренность должна быть независима от любые изменения, которые есть в мире, и мы стараемся в разные способы, как вот это именно направление вот такое, объяснить человеку, что сокровище и все самое хорошее находится не там где-то, а находится здесь, и ты можешь найти это внутри себя, и тогда в любое место, где ты находишься, в любое время, где ты находишься. Это с тобой, ты можешь там, что тебе было хорошо.